Ну что ж, продолжаем Knock of the Coffin Lead. На связи Чандер и у нас... Да, я решил начать заново, поскольку у нас есть рыцарь. Вы посмотрите, какое огромное количество классовых предметов у него. Балдюж. И здоровье больше 80%, энергия еще плюс один. Звучит сильно, но тут целый рыцарский комплект. Рыцарский меч... Слушай, а рыцарский меч это не стандартный меч? Ну, наверное... Нет-нет-нет-нет, стандартный он бескомплектный. Так, если здоровье больше 80%, сила плюс два, ловкость плюс два, энергия плюс один. Карты возвращаются в колоду, не перемешиваясь. Если в начале хода в руке нет двух карт атаки или двух карт умения подряд, дает 2 энергии и 10 здоровья. Ммм, ладно. И сложность давайте попробуем на тяжелой потихоньку. Тяжелая рыцарь. Давайте поехали. Продолжить. Как я мог так ошибаться, Сигизмунди? Это не дает мне покоя. Я помню его добродушным, приветливым, незаносчивым и негорделивым, простым и честным человеком. Неужели это было лишь масло, за которое скрывалось чудовище? Не стоит воспринимать людей как нечто постоянное и неизменное. Я вполне допускаю, что когда-то он был именно таким, как ты говоришь, но никто не идеально. Всех есть маленькие пороки и слабости. Скорее всего, Сигизмунд страдал от тайной зависти к старшему брату. Может быть... Может был чем-то недоволен его правлением и считал, что справится лучше. Мысли о том, что ему суждено осталось в тени Ингвара и никогда не удастся занять трон Северных Город, подтачивали его души десятилетиями. В любом случае, сейчас это одержимый демонами безумец. В нем не осталось ничего, от человека которого ты считал своим другом. Такс, мы можем нажраться грибов, ну умереть, да? Либо мы можем... Что можем? Надо узнать у служителя смерти. Но это в любом случае на болото надо идти. У нас здесь... Это чемпион, да? Вроде бы, вроде чемпион. Есть вопросительные знаки, и это не элитка. Можно попробовать пройти. Сундук, торговец, сюда бам-бам-бам-бам. Чисто узнать, что это за вопросик. Поехали, ребятки, поехали. Только через мой труп. Ого, и это начало игры. Так, у меня две силы, две ловкости сразу, по умолчанию. Какой-то перец милосердия дает в руку карту пощады, если враг на поле один, и у него осталось меньше 20% здоровья. Хм, интересно. Так, у него сила, блок не спадает на чарехода. Хорошо, накладывает на союзников призыв к оружию. Увлечивает урон первой атаки. У него сразу 4 энергии, кстати, у рыцаря. А какой у него комплект одежды-то? Сгорает, меняет отбой и добор местами. Ага. В два раза меньше союзников. Ой, на союзников накидываем. Интересно. Пока защищусь так. Пока что выглядит не настолько сильным, как хотелось бы, если честно. Рыцарь. Пощада. Если пощадить все обреченного противника, он может стать сою... Победа или смерть. Ну, как знаешь, друг, как знаешь. То есть, мы здесь потенциально можем собирать союзников, ребятки. Это интересно. Союзников мы до этого никогда не брали. Дает одну единицу энергии. Сгорает. У нас 4 урона, 1 сила. Всеуязвимость. Ну, давай энергия. Энергия, это всегда хорошо. Ржа, ржа. Так, здесь боньк, боньк. У них по дефолту две силы, слушайте. Ужас. Ой, я не посмотрел, что у меня, как бы... Из карты, снаряжение. Так, 8. 8 я выдержу, 9 уже нет. И 9 я, правда, не выдержу, но... Я могу сделать боньк. Боньк. Блок. 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 Это в начале боя дает, да? Угу. Ладно. Добиваем. Пощады. Вовремя, спасибо. 5 блока, 1 карта. Еще маневр сгорает, дает энергию. Ну, такое, да? Можешь пропустить. Хотя, в целом, это неплохая карта. На сгорание потом посмотрим, как оно пойдет. Эй. Так, эльфийское гостеприимство. Я не помню, что они там сделали. А, смотри, я нарвался на эльфийскую засаду, но, к счастью, мне ничего не угрожало. И командир капитан Маркус допросил меня. И я ему все рассказал. Когда эльфы узнали, что я был техранник Рима Ингора, отношение сразу же поменялось. Так, поговорить с Маркусом. Мы поговорили с капитаном Маркусом до глубокой ночи. Я объяснил свое положение и попросил совета, как пройти через эльфийские земли. Маркус порекомендовал держаться подальше от солнечного города. Затем, при совете костра, выписал мне пропуск в гнилые топи. Не бог весть, какая важная бумага, но я все равно был ему благодарен. И надеялся, что эльфы, которые знают и уважают Маркуса, не станут меня атаковать. Взять подарок. Я спросил Маркуса про отряд. Оказалось, что они служили на форпосте где-то у северной границы. После того, как форпост был захвачен, наступили на запад. Они были в растерянности и толком не знали, что делать дальше. Я посоветовал пробиваться на юг, чтобы соединиться с основными силами. Единственный путь лежал через мост. Маркус надеялся, что он уцелел и еще не захвачен гномами. Пропуск Маркуса. Токен. С этим документом эльфы могут меня пропустить, но это не точно. Хорошо, я возьму. Причем это именно сюда. Часовой. Это спящий часовой. Снайпер. Вот здесь есть патруль. Может через патруль... А, я через патруль не пройду. Мне нужно вот сюда именно пойти. Я же за вопросиком иду. Так, торговля. Вот у меня по умолчанию обычный меч, понятное дело. Обычный щит. В колоде... Ну вот такие вот карты, которые мы уже увидели. Но плюс у меня перстень есть. Пощада. Это я купить... Даже если сильно захочу, не смогу, да? Но щит дает 10 здоровья, это ни о чем. Поэтому потенциально могу и отравленный клинок взять. Либо вот этот нож. Я бы взял вот эту шапку или... Доспехи. Но тут ничего нету. К сожалению. Да, увы. Денег нет. Так, хозяина поблизости нет. Открываем сундук. Забираем золото. О! Рыцарский меч. Давай. Конечно. Уменьшает получаемый урон на один за каждый элемент комплекта. Это было бы хорошо. Выбрать сразу. Вот после этого бы торговца, да? И вопросительный знак, друзья. Светлая лунная ночь. Ко мне не таясь подошел странный человек. Он держал меч и протягивал его мне на вытянутых руках. Он сказал, что этот меч ищет нового владельца. Я внимательно осмотрел незнакомца. Вид у него был очень подозрительный. Он казался как будто больным и уставшим. Это проклятый клинок какой-то. Отказаться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А и все. И все. Чуууу. Я не промахнусь. Лучше бы промахнулся, дружище. Лучше бы промахнулся. Начинает диалог. У меня есть пропуск капитана Маркус. Что из-за бумажка? Дай посмотреть поближе. Ну, возьми. Ха! Опять Маркус пропуска раздает кому попало. Ладно, проходи. Пропуск верю. Какой пропуск? Не видел никакого пропуска. Ах ты ж, поросенок. Но это засчиталось, кстати, нам как победы. Здесь уязвимость дает одну карту и одну энергию. Десять блока и сбрасывает случайную карту. Не, давай мы возьмем вот так. Удар по почкам. Корень Мандрагора это полезно. Храм. Эльфийский идол позволяет сделать подношение. Я пожертвовать много не могу. Избавления нет. Но я пожертвую 200 монет. Сколько могу, столько пожертвую. Монет дадут возможность улучшить. Здесь будет даваться 2 энергии. Здесь будет... 2 карты и 1 энергию. Плохо. Удар по почкам. Плохо. Это несгораемая будет. Меняет отбой и добор местами. Здесь адаптивная. Ну-ка, здесь что? Дает по 10 блока герою союзникам. 8 блока героя в 2 раза меньше союзникам. Дает одну карту. 8 блока героя в 2 раза меньше союзникам. Увеличивает блок от отражений на 1. Я бы, да, вот это бы настакивал, если честно. Но это имеет смысл. 2 такие карты и уже все мои отражения по 10. Подтвердить. Боньк, боньк, боньк. Я могу еще качнуть. А если вот это? Давай. Прокачаем 1 блок на максимум. Привет, привет, добро пожаловать. Так, напомнил бурдюк водой из лужи и потренировался. Что здесь будет? Накладывает на союзник призыв к оружию. Накладывает на союзник призыв к оружию. Увеличивает урон от выпадов. На 1. Долго разгоняться будем, конечно, за счет эффективных выпадов. Ну, что поделать. Либо максимально через блоки идти. Знаете? А давай. Вот на полном серьезе. Пусть лучше у меня постоянно будет увеличение блоков. Теперь я понял, что ты имел в виду, когда назывался Гизмунда просто пешкой, за его спиной стоит Миленис. Да, боюсь, что это так. Она предпочитает его темной натуре, и он делает все, что ей нужно. И чего же она добивается? Если б я знал. Но ничего хорошего, уж поверь мне. Ты можешь видеть, что она уже добилась. Этого тебе должно быть достаточно. Чемпион эльфов не сражается с кем попало. Начать бой. Здесь можно Заминоса спокойно убивать. Хотя я могу попробовать пощаду на него применить, да? Так, это я бы тоже взял. Бойнк-бойнк. Он на чемпиона все равно накидывает. Так. Так. Конец раунда. Очевидно, носимый урон от атака, назначение силы. Сила плюс два у меня поумолчает. Дэн. Восемнадцать на три. Господи. И накладывает уязвимость. Ребят, я проигрываю. Нет, я могу корень Мандрагора сейчас заюзать, но, если честно, это жестко. Уязвимости нету, и я никак не могу накинуть уязвимость. Пока корень Мандрагора. Итак, что это значит? Сорок девять урона. Здравствуйте. 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 Ну, три. Что делать? Тридцать семь. Я понимаю, что я много получу, но... Действительно, а что делать? Так, он зачитывает. Уклонение даст себе. Уклонение, конечно, неприятно. Надо промах убирать. Накидывает силу. Усиливает наложение блока. Ну, хотя бы себе. Ладно, пойдет. Не зря я взял увеличение блоков, конечно, но этого мало. Щитом или на щите. Что делать? Силы уклонения. Еще себе. Да куда уж. Мне нечем защититься будет. Плохо. Ну, и по почкам. Сколько силы? Двадцать три. И семь уклонений, ребят. Бьет тридцать шесть. Просто раз и здравствуйте. Пойдет. Минус два уклонения. Что ты этому противопоставишь? Что он сделал, я не понял, но ладно. Пятьдесят два. Больно. Урон зависит от текущего здоровья цели. Аааа. Пока сплошные промахи. Я потом вылечусь. Минус моя вся сила. Минус вся сила. И минус ловкость. Тридцать один на три, ребят. Ну, не повезло что-то как-то. Хотя я прям старался изо всех сил, да, здесь. Не про... Не про канала. Боньк. А, мне двойка уже не хватает. Давай так. Это не помогло. Это не помогло. Это смерть, ребятки. Это смерть. Это было близко. На самом деле и близко, не близко. Мало блоков было. Да. Мало. Так, ладно. И все-таки еще раз. Да, попробуем. А смогу ли я, интересно, показать пропуск элитки? То есть подраться с остальными? Давайте, ребят, побыстренько мы сейчас пробежимся. Посмотрим, получится или нет. Роклитый меч возьмем, если потребуется. Сначала с ауфами. И мне люто не повезло сразу. Жопа. Вот тот самый момент, да, когда колода раз и не подфартила. Восьмера и девятка. Мне здесь нужны блоки, а у меня, смотрите, полная рука атаки. Та-да-да-да-та-там. Так оно и бывает. И вот я получу одну единицу урона, к сожалению. Кусь. Опять миллион блоков выпал. Когда противник не атакует. А сейчас... Ну, ладно. Так, пощады. Молчание. Ну, молчишь так молчи. Союзника я бы взял себе в команду. 4 на 1 атаку. Если есть уязвимость на героя, эффект удваивается. Дает одну карту, дает блок. Дает 5 блок, а потом еще блок. Ой, ребятки. Ну, даже не знаю. Ну, давай блок и блок. Да, сейчас по тому же пути. Опять-таки берем у Маркуса. Боньк. Боньк, боньк. Промах я бы убрал лучше. Разок ударил. Разок щиток. И второй раз щиты на следующий ход, чтобы щит был. Так, пощады. Противник сдался. Хорош. Ну-ка, давайте, ребят, в первый раз вербую, смотрите. Конец хода. Как интересно. В первый раз завербовали кого-то. Так, гнев. Давай возьмем гнев. Погнали сюда. Опять-таки Маркус. Поговорить с Маркусом. Это мы уже знаем. Мы поговорили с Маркусом. И возьмем от него как раз пропуск. Я хочу попробовать перевить пропуск в самом низу, в самом конце. Продолжить путь. Ну, то есть элитку попробовать пройти. Если можно, это будет имба. Если не можно, ну, грустно. Единственное, я здесь могу потанцевально другим путем пойти. Давайте посмотрим. Тут раз. Сюда могу сходить. Через снайпера, правда, не хочется идти. Он сильный. Его за пять ходов я не заварю, а есть ачивка убить его за пять ходов. Это надо на другой сложности играть, чтобы за пять ходов. Хотя, лагерь улучшусь. Здесь часовой, которого я прям грабану хорошенько. Поехали. Давайте потренируемся, молясь. Что у меня есть? Десять блока. И десять блока в следующем ходу. Это много. Либо буду адаптивное отражение использовать. Увеличивает блок от отражений на один. Это имеет смысл. Ну, будет выпадать постоянно эта карта. Я постоянно буду усиливать. Вообще, все такие карты бы улучшить. Так, поехали к часовому. Он спит. Разбудить. Ну, кстати, разбудить это прям хорошо. Это плюс светлая сторона. Я разбудил эльфа, приставив нож к горлу. Так, а здесь сундук. Сапоги слабости. Имеет смысл. Кортик, конечно, неплох. Он уклонение мне даст. Кортик, что еще сгорает? Он здесь уронно обнуляет стоимость атак в руке до использования. Давай сапоги слабости. Все-таки сапоги слабости. Потому что тут снайпер. Отдать пропуск Маркоса? Нет. Я хочу попробовать пропуск Маркоса итоговый. Отдать. А снайпера хочу попробовать вальнуть. Здесь провокация, поэтому... А где мой союзник? Где мой союзник? Я думаю, что он мне союзником станет. Ну, елки-палки. Смотрите, призывает союзника, которого пощадил Персиваль. Вот. А я слепой. Призвать рекрута. Ну-ка, давай. Эльфятина. Помогай. Шесть на два по мне. Больно. Но я терплю. И смотрите, я союзника тоже могу защитить. Я призыв к оружию дал. Еще плюс ему. Боньк. Так, я терплю. Этот позвоню в колокольчик. За пять ходов надо убить, но опять-таки я пока что не осилю. А смогу я убить его сразу? Слушай. Не смогу, потому что он, вон, замешивает карту состояния в колоду. Семерку лишь ударил. Ну, два по восемь этого не хватит. Поэтому по-любому щит. На следующем ходу этот сатир умрет точно. Тут гарантия. Кстати, он ударил не по мне. Я бы применил вот такой блок. Всего лишь семь. Но не страшно. По кому стреляет? По мне. Как раз то, что надо. Минус восемь. Да что ж такое. Добью следующая. Не добью следующей атакой. Там он себе защиты накинет. Призыв к оружию. Увеличивает урон первой атаки. Три штуки. Три первой атаки у него будет. У ворот накину. Здесь нужно два удара. Вот это бы взял, конечно. А я и возьму. Уклонение. Удар. Удар. Здесь настакиваем увеличение блока. Ой, ютуб сейчас правда как зомби. То есть он то есть, то его нет. Так, 20 умножить на 2 он будет делать. Это очень плохо. Так, зато мой парнишка нанесет много урона. Но недостаточно много. Я могу себе, конечно, накинуть мою оборону. Но боюсь, что это его не спасет. 20 на... Ну, кстати, спасет. Он выживет каким-то образом. Какой ход уже. Это вот раунд пятый ход врага. И сейчас будет раунд шестой. Да, раунд шестой. За пять ходов я его не убил. Ну, не хватило мощей. Был бы другой уровень сложности, хватило бы. Плохо. Плохо, ребята. Плохо то, что он сейчас стреляет. А я не могу ему ничего сделать. Кстати, призыв к оружию только один раз стакается. Ну, то есть, все остальные стаки, они не нужны. Защититься-то я защищусь полностью. Плохо, что он не бьет. Нифига. А снайпера я пощадить смогу? Вряд ли, да? Боньк. Боньк. Пощада, победа или смерть. Ну, как знаешь. Девяточку, кстати, блока накидываю. Смотрите. Очень даже. Я думаю, что это за счет ловкости как раз. Одна единица здоровья. Боньк. Призыв, интересно, одноразовый или нет? Дает две брони, наносит 10 урона. Две брони. Это очень хорошо. Случайную карту атаки стоит 0 в этот ход. Это если прям добить нужно, да, кого-то? Ну, я лучше вон в броню пойду потихоньку. Доспех возмездия при получении урона здоровья дает 5 блока, 1 силы. Гоблин даст 5 брони и сопротивление. Острый кинжал. Это я буду резаться. Не буду брать. Так, мишень. Две карты. Так. Здесь подраться, отдохнуть и показать записку. Слушайте, а призыв-то не одноразовый. Призывайте рекрута. Начиная диалог я не буду. Нет, 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 нет. Я здесь не хочу. Так, друид. Шипы. Блок и шипы союзнику. Я в любом случае применю вот это один раз. Блок и шипы вот этому союзнику. Плохо. Надо в первую очередь подруиду бить. Много шипов? Много. Дает блок и шипы на один ход. Под защитой природы. Ага. То есть потом шипы снимутся, что ли? Видимо. Так, по союзнику, по мне, по мне. А у меня... Скромная, малюсенькая такая оборонка. Которая, конечно же, пробивается легчайше. Ладно, ладно. А этот мальчишка все еще балуется. Плохо. Но у него уклонение, поэтому ему пофигу. Мне не пофигу. Мне прилетит сильно. Хотя нет, кстати. Я забыл про броню. Правда. Так. Так. Две брони, 12 урона. Здесь по союзнику. Ну, союзник опять-таки увернется, если что. Удар. По кому? По вот этому будет бить. Пойдет. Дает блок, наносит урон. 12 я могу ему ударить. У меня, если что, есть гнев. Броню просто я бы взял. Гневом добиваем. Могу взять отражение. Это плюс 9 как раз защитит этого товарища. Плюс увеличит у меня защиту от отражений. И один раз я пробью кого-нибудь. Давай вот этого пробиваем, ладно? Хотя лучше вот этого. Мне кажется, он мощовик по дамагу будет. Лучше убрать. Шестерка по кому? По союзнику. И блок на будущее. Мне бы щитовик, наверное, пригодился, если честно. Хотел бы его в союзы. Нерушимые. Так, по кому бы он не бил, плевать. Урон зависит от защиты? Да, от блока. Дополнительный урон от величины блока идет. Но у него у ворот, и тут у ворот тоже. Поэтому он спокойно уйдет от этого. Гнев. Нельзя его захо... А, когда противник остается один. Точно. Точно. Дает 12 блоков. Два раза меньше союзника. А я и то, и другое применю, кстати. Даже у ворот не потребуется. Чисто как раз по броне. Вот этого пацана бы хотелось бы взять с собой. Команду. Ну, как дополнительного. Через два призыва тогда играть. Он 14 нанесет удара. Урона. 15. Я лучше конец хода. Пощада, потому что, чтобы была... Здесь у ворот потерпит. Ну-ка, пощадка. Лучше умереть. Хамло. Уязвимость. Это хорошо. Шапка кожаная. Броня ловкость. Возьму. Да, наденится. Бомба гоблинов. И теперь... Ребятушки. Во-первых, я улучшу сейчас две карты. Две. Четыре брони. 15 урона. Четыре брони. Это очень хорошо. За два тем более. Уязвимость на подольше. Тоже хорошо. Гнев. Это дважды будет закидываться гнев. Чисто на гневе убивать врагов, да? Либо 10 блока, 10 блока. Либо разогнать отражение. Ну, чтобы увеличивался блок от отражений. Это в затяжных битвах полезнее будет. Давайте возьмем. Реально, в затяжных битвах вот эта штука, она будет круче. Каждое мое отражение увеличивает блок от отражений. В былые времена, я был частым гостем у эльфов, эти леса всегда гостеприимно встречали меня. Никаких разбойников, изверей, людоедов и морей эльфийского эля. Неужели это все в прошлом? Утрачено навсегда. Враждаешься с людьми будет только расти, и я не вижу ей конца. Нет, должен быть способ все исправить. Вековая дружба не может закончиться так. Если вместо Сигизмунда займет более достойный правитель, впрочем, обсудим это позже, не зачем забегать вперед. Никто дружить не хочет, вот-вот. Обидно вообще. Правда, обидно. А. Ну-ка. Хотя у эльфов немного странное представление о чести, учитывая, что с ним оруженосец, и они нападают вдвоем на меня одного. Строго говоря, этот бой нельзя назвать ни честным, ни даже поединком. Поединок это же один на один, верно? Оруженосец тебя бил? Вообще-то нет. Ну, значит, он не считается. Ой, как хитро-то. Ой, как хитро. И, кстати, мне не удалось записюлькову никакую показать. Это плохо. Честный поединок. Ну, хорошо, честный поединок. Давай. По-честному запоединкаемся. Вот это надо брать. Причина очень простая, чтобы разгонялся блок. А так, конечно, поехали наваливать. Удар. Удар. А все, да? Уязвимость. Прекрасно. Броня. Замечательно. Еще удар. Этот бонькнул по нему. Пойдет. Без разницы, по кому он будет бонькать. Лишь бы бонькал. Миллион сейчас настакает силой и уклонения. Это плохо. Ну, что поделать? Дает силу. Дает силу и уклонения. Сейчас он раскочегарится и будет нам наваляхи устраивать. Ничего. Я тоже сейчас прокачаюсь и буду все равно страдать. 25 урона по мне. И у меня, как назло, ни одной нужной темы. Как всегда, ребят. Как всегда. Как говорится, впрочем, ничего необычного, да? 36 урона, которое равномерно распределится по врагам. Это плохо. Но я использую бомбу говлина. 15 урона. О! Там за счет блока было увеличено. Ладно. Тогда я сделаю вот так. И в следующий ход будет тоже 9. Здесь плевать. Лучше 2 по 7 ударить. Один удар остался по нему. Но он еще дарует силы много. Ну, 23. 56. Чудовище. Мутант. По нему как раз ударит. Мой рекрут добьет. Хорошо. Это, конечно, прекрасно. Но что-то как-то жопа. Ой, мальчишка. Пошел ты со мной. Попытаюсь уберечь тебя, как могу. Сейчас он поменяет цель, я надеюсь. Он 19 урона наносит. Вон, к 13 нанесет. Нормально, все равно больше меня. 14 даже урона наносит. А, тут уворот. Пойдет. Чего это я запереживал? Он же круче меня. А вот теперь будет больно мне. А я ничего с этим поделать не смогу. Ладно. Удар. 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 Больно. Но терплю. Но больно. Но терплю. 43 на 3. И смотрите, специальная игра такая. О, блоки. Ну ладно. Не дам. Три, кстати, у меня всего. Почему было больше? Вопрос. Восстановлюсь сразу. Хотя это меня не спасет. Да я сейчас опять умираю просто, да? Видимо, да. А, уклонение. Сейчас точно. Надо было вот этот удар. И вот она, смерть. Надеюсь, у тебя был план Б. Ну, вообще-то не было. Вообще-то не было. Опять какой-то вот этот неадекватный удар получается. И просто раз и гибель, смерть мгновенная. Мне что-то не нравится, если честно. Ну, нормально сражался. Вообще нормально сражался. Но потом раз, просто не повезло на руку. Просто, просто не повезло, что карты пошли так, то, что именно тогда, когда он бьет много, у меня нет блоков. А тогда, когда он бафается, у меня блоки. Просто не повезло. Неприятно. Сильно неприятно. Ну и, конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok